Увидел скворца, весна у крыльца. Юные самарские натуралисты приняли участие в городском конкурсе «Самарский скворечник». Собрать деревянный домик для птиц не на уроке труда, а дома с мамой и папой для Ивана Кондакова оказалось делом весьма полезным. Мы это делали дома в зале. Папа вырезал, я немножко помогал папе. Мама разукрашивала, я ей тоже помогала. Мы почему стали его разукрашивать березой, потому что я вспомнила, что у нас на школьном дворе растет береза. Яркие, забавные и довольно комфортабельные домики для птиц представили на конкурс почти 300 учащихся. Конкурс проходил в два этапа – районный и городской. Ребята очень серьезно подошли к процессу, а потому каждый скворечник – это настоящее произведение искусства. Я занимаюсь в кружке по художественному обработке по дереву. Я делаю этот скворечник вместе с моим преподавателем. Его зовут Галочный Александр Иванович. Мне самое сложное было вырезать вот таких птичек, с этой стороны, с этой и с этой. Это было очень трудно. Кто-то забирает их себе на дачу и уже вместе с красочным скворечником ждет прилета птичек весной у себя на даче. Как уже было сказано одним из участников конкурса, возможный вариант – уже повесить этот скворечник на школьном дворе и ждать уже всем классом прилета птиц к ним на школьный двор. Кстати, моду на скворечники в Россию пришла с Петром Великим. В Париже он увидел забавные домики для птиц и решил, что такие должны быть и на его родине. В самой же Европе искусственные гнездовья для скворцов придумали не для эстетики, а из гастрономических соображений. Скворцы шли в пищу и повара желали, чтобы дичь и яйца всегда были под рукой. Мы же отправились вешать наш скворечник подальше от ресторанов и кафе – сквер Высоцкого. По правилам скворечники вешают в начале апреля, в конце марта. Но так как весну в этом году обещают раннюю, то можно уже приступить к изготовлению домиков для птиц. Конечно, вешать ее нужно гораздо выше, на высоте 3-4 метра от уровня земли, чтобы не достали хищники в виде кошек, ну и чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Немного скворечник должен быть наклонен вперед, чтобы птенцам было удобно, ну и чтобы в отверстие, которое называется летка, не попадал ни дождик, ни, может быть, мокрый снег. Будущим обитателям этого скворечника повезло. Неплохая жилплощадь в центре города с видом на сквер, о чем еще можно мечтать. Я очень рада, что мы скворечник повесили, потому что я старалась, его делала и делала. В течение марта во всех парках и скверах Самары появятся нарядные весенние скворечники, а уже 1 апреля Самар отметит Международный день птиц.